Уважаемые стрельцы, всем доброго времени суток! Вы на канале ОКО ТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию второй прогноз на неделю с 16 по 22 октября, включительно. Что вас ждет в этом периоде? Что мы будем рассматривать? Основные события этой недели, все, что может касаться работы, карьеры, дома, семьи, быта, взаимоотношений, ваших финансов, возможных доходов, расходов кредитных линий и также любой информации, на которую расклад будет делать основной акцент. Также в раскладе будут карты скрытых факторов. Подведем итоги этого периода, посмотрим, какими для вас могут быть выходные дни. И в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания и карта, которую я достану, самая последняя. И ответить на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании. Напоминаю, что все те, кто знают свой акцентент, просмотр вы также можете делать как по акцентенту, так и по своему основному знаку зодиака и то и другое абсолютно верно. Колода готова и я приступаю к выкладке. Итак, ваша первая карта. Уважаемые стрельцы, все карты перед вами. И я начинаю чтение вашего расклада. Хочу заметить, что в расклад выпало довольно-таки большое количество старших арканов. И все эти карты в преобладании в нижней линейке. Это императрица, это карта старшего аркана папы, это карта смерти, это карта умеренности и это карта отшельника. Наличие большое количество старших арканов в раскладе может говорить о том, что на момент просмотра в вашей жизни могут происходить очень важные изменения, которые во многом зависят не только от вас, но и от вашего ближайшего окружения. Если меня смотрят женщины, я вижу буквально вашу гиперактивность во всех жизненных процессах. Если меня смотрят мужчины, то большое влияние на вашу жизнь может иметь очень значимая женщина. Но для женщины в любом случае я вижу поддержку и покровительство мужского лица. В раскладе я вижу не одну мужскую фигуру. Также здесь и очень большая помощь высших сил и ваша огромная внутренняя вера, которая помогает вам во многих жизненных вопросах. Потому что по вашей вере будет вам дано. Но в скрытых факторах три достаточно сложных старших аркана. Это смерть, умеренность и карта отшельника, которые могут говорить о тех трансформациях, на пороге которых вы стоите сейчас, но которые еще предстоят в будущем. Сейчас мы все это с вами будем разбирать. В общем-то, расклад начинается с замечательной карты десятки чаш. Начало этой недели вы входите с прекрасным настроением. Это карта легкости, радости, общения. Она может показывать любой праздник. Возможно, вы что-то отмечаете. Может быть, вас кто-то куда-то приглашает. Может быть, вы просто отдыхаете. По этой карте не хочется особо заниматься ничем серьезным. Но даже если у вас в планах будут какие-то серьезные задачи на понедельник, вы решите их с легкостью. По десятке чаш эта карта хороша для вопроса, для любых семейных дел, для отдыха, для общения с друзьями, для налаживания отношений с теми людьми, которые вам дороги. И эта карта говорит о том, что вы очень многое сделали для того, чтобы что-то отпраздновать или отдохнуть. И это вами абсолютно заслужено. Также эта карта может говорить о том, что другие люди делятся с вами положительными эмоциями. Общий запас энергии тоже хороший. Этой энергии вам хватит на всю предстоящую неделю. На входящие события выпала также очень активная карта. Это рыцарь жезлов. Мы видим мужскую фигуру. Начну с мужчин-стрельцов, потому что эта карта может показывать вас собственной персоной. И сколько бы вам не было лет, я вижу, что вы, возможно, даже выглядите моложе своих лет. Показано, что вы очень многое пытаетесь инициировать. Вы все берете под свой контроль. У вас очень много общения с другими людьми. Эта карта может показывать любые важные дороги, встречи и переговоры с кем-то на этой неделе, которые вы активируете. Может быть, вы своими идеями увлекаете других людей, но ваши идеи действительно кому-то интересны. Поэтому у вас может быть группа поддержки, у вас могут быть единомышленники, у вас могут быть друзья. Также эта карта может показывать срочную дорогу, спешку в каких-то делах. И также, может быть, кто-то уже находится в состоянии разъездов, кто-то такие дороги, возможно, планирует на ближайшее будущее. Если говорить о женщинах, то на вашу жизнь так или иначе может влиять мужчина и, скорее всего, не один. Потому что в вашем раскладе два короля. Это король жезлов и король чаш. Один из них выпал в малый крест вашей судьбы, второй король выпал в большой крест вашей судьбы. То есть два человека важных. Скорее всего, один мужчина из семьи. Это может быть любимый, это может быть сын, друг, брат, любой родственник. И тот, и другой мужчина каким-то образом пытаются вам помочь. Если говорить о мужчинах-стрельцах, то, скорее всего, по второму королю в вашей жизни есть важный друг, мужчина, важная персона, человек, с которым вы также будете многое в этом периоде обсуждать. И этот человек также к вам идет с позитивом. То есть негатива от этого человека я не наблюдаю. Поэтому по первой карте долго отдыхать вы не будете, потому что по второй карте вы уже максимально включаетесь во все другие важные процессы. В центр вашего расклада в коронические задачи выпала тройка чаш. И она говорит о том, что вы просто обязаны радоваться жизни и быть на позитиве. Для тех, у кого есть основная работа, эта карта гарантирует хороший доход, признание ваших заслуг другими людьми. Кто-то вами восхищается, кто-то вас хвалит. Эта карта может показывать любые бонусы в работе, одобрение начальства, одобрение других людей. Для кого-то карта даже может показывать повышение. Для тех, кого волнует продвижение по карьерной лестнице, тут все возможно. И тут вы даже что-то можете в работе праздновать. Также эта карта может говорить о том, что рядом с вами есть люди, на которых вы действительно можете рассчитывать и в работе, и во внешнем мире, и в личной жизни. Но если говорить о личных отношениях, здесь может быть все непросто, потому что вы фигура яркая, и вы можете нравиться не одному человеку. Или тройка чаш, которая выпала в центре расклада, может говорить о том, что кто-то находится в тройственных союзах, и с этим нужно также разобраться. И так как эта карта диагоналит с картой старшего аркана смерти, то есть явно с каким-то одним из партнеров нужно будет расстаться, потому что так, как есть сейчас, не получится что-то оставить в прежнем состоянии. Но я забегаю немножечко вперед все-таки. Хочу заметить, что в ваш расклад, вот в малом кресте, три подряд карты чаш. Это девять чаш, это тройка чаш, это двойка чаш. Все эти карты показывают большую радость и гармонию с собой, со своими мыслями и гармонию с другими людьми. Никаких конфликтных, сложных, экстремальных ситуаций по этим картам я не наблюдаю. Тем более, что и на внешний мир для вас выпала победоносная карта шестерки жезлов, которая может предполагать то, что вы чего-то можете добиться, достичь, в чем-то сделать прорыв. Это тоже успех и успешность. И тройка чаш, и шестерка жезлов выпали как бы в унисон друг к другу. Одна карта подтверждает действия другой. В дом ваших финансов выпала двойка чаш, и она говорит о том, что есть человек, которого волнуют ваши финансы или волнует то, чтобы вам было хорошо финансово. Поэтому, возможно, вам кто-то готов финансово помогать. Это может быть близкий человек, это может быть любимый человек. Но если вы сами достаточно хорошо зарабатываете, а по этим картам я вижу неплохие доходы, вы сами кому угодно по этой карте можете помочь. Но по этой карте есть конкретный человек, о котором вы также можете думать. Скорее всего, на этой неделе многих из вас действительно ждут торжества и радостные события. Об этом говорят все центральные карты. И рядышком мы видим карту короля чаш, то есть для женщины это радость, связанная с мужчиной, или мужчина вам сделает что-то приятное. Теперь возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу тех, кто при работе, и тех, кто не работает. И для вас выпала карта шестерки чаш. Даже эта карта показывает праздник и отдых. Возможно, кто-то в работе делает временную паузу для того, чтобы, может быть, побывать в отпуске, больше побыть дома с друзьями, провести время со своими детьми. И при этом ваша работа никаким образом не пострадает. Хорошая карта для семейного бизнеса, и она говорит о том, что люди, с которыми вы сотрудничаете, надежные для вас партнеры. Поэтому эта карта говорит о жизненном равновесии, о том, что ничего здесь вам не угрожает. Я вижу благородство других людей в отношении вас. Карта дополнительного совета. На совет выпала карта старшего аркана суда. Она говорит о том, что чуть позже нужно будет срочным образом что-то менять или решать. Возможно, после небольшой паузы, короткой, вам нужно будет снова решать серьезные задачи. И карта может говорить о любых срочных моментах или о том, что накапливается какая-то информация или события, с которыми нужно будет работать. И тут вам еще понадобится чья-то помощь. Потому что вы здесь с кем-то что-то будете обсуждать. Если вы работаете в крупных организациях, работаете не на себя, а на кого-то, эта карта может показывать перемены на верхах, реконструкции, или, может быть, реорганизацию предприятия, того, что происходят изменения, исходящие от верхов, и что-то может касаться и низов. Даже если вы работаете на себя, по этой карте, возможно, вам нужно будет в скором времени что-то пересматривать в имеющихся договоренностях. Если кто-то арендует, например, помещение под любые рабочие процессы, возможно, здесь что-то будет связано с офисом, с официальными людьми, с какими-то бумагами. То есть у каждого из вас это что-то свое, но этим нужно будет заниматься. Теперь возьмем карты для тех, кто в этот период вошел не работая, но, например, вы работу активно ищите и хотите найти что-то для себя. Уже первые карты и рыцаря жезлов, и тройки чаш, и всех остальных карт могут говорить о том, что на этой неделе уже есть какая-то информация, которая вас может порадовать по работе, и предложения могут быть даже сейчас. То есть примите вы их или нет, тоже зависит от вас. Берем карту еще на свет. Девятка монет. Карта финансовой стабильности, финансового успеха, и она может говорить о том, что вы можете заниматься для вас хорошо знакомым делом, род деятельности, возможно, которым вы занимались ранее. Возможно, вам кто-то предлагает работу из тех людей, с которыми вы сотрудничали ранее, потому что другие знают вас по прошлым заслугам, и вы пользуетесь авторитетом и уважением. Вам можно доверять, и вы кому-то доверяете. Эта карта показывает безбедную жизнь, довольство собой и довольство теми людьми, с которыми вы будете сотрудничать. Также эта карта может говорить о том, что пока вы не спешите с принятием решений, но даже если вы какое-то решение примете немножечко позже в отношении работы, вы все равно не прогадаете. То, на что вы нацелены, от вас не уйдет. Возьмем карты для тех, кто, например, на пенсии, или вы по другим причинам дома, что нужно знать вам. Для вас выпала карта «Четверки чаш». Эта карта говорит о том, что все ровно, стабильно и вроде бы как неплохо, но вы все равно из-за чего-то грустите, из-за чего-то немножечко впадаете в меланхолию, и чего-то вам как будто бы не хватает. Может быть, вам просто не хватает отдыха или положительных эмоций. Может быть, вам кажется, что денег недостаточно, но в то же время я не вижу того, чтобы вы пытались что-то особо менять. То есть вам вполне комфортно сейчас в том состоянии, в котором вы находитесь. И даже если вам кто-то и предлагает помощь, идет к вам с какими-то предложениями того или иного дела, проекта или вообще, вы не особо спешите эту помощь принимать. Очень много рассуждений по поводу собственной жизни, в том числе и личной, и постоянное копание в себе, работа над своими ошибками, взгляд со стороны как бы на себя и на свою жизнь. Это неплохо. Это говорит о том, что вы способны видеть свои собственные ошибки. Карта совета для вас. Для вас на совет выпла двойка монет. Она говорит о том, что не стоит сидеть без дела и унывать, впадать в меланхолию или в депрессию. Ваша помощь может быть полезна другим, даже если вы дома. Есть какие-то хлопоты, заботы, которые никто не отменял и то, чем вы должны заниматься каждый день. Возможно, у кого-то есть дети или внуки, и они также могут нуждаться в вашей помощи, потому что мы здесь видим женщину с детками. Не обязательно то, что вы занимаетесь с детьми. Может быть, просто кто-то нуждается в вашей поддержке, и вы кому-то можете быть очень полезны. По двойке монет, конечно, денег не настолько много, как хотелось бы, но при правильных тратах, при правильном планировании бюджета по факту вам на все денег должно хватать, если вы грамотно будете ими распоряжаться. Поэтому здесь тоже не вижу ничего критичного и плохого для вас. Перейдем в ваши личные отношения. То, что касается личных отношений тех, кто в паре. Для вас выпала карта Короля Чаш и Девятки Чаш. Радость в доме, радость в семье. Возможно, вы вместе будете или отдыхать, или что-то праздновать, или у вашей второй половинки будут какие-то приятные события, которыми он или она поделится с вами, что-то вы разделяете вместе. Но это разговор двух людей, которые друг друга слышат и понимают. Вот, конечно, есть чувства, есть притяжение. Чувства могут возобновляться, притом обоих партнеров. Но Троечка Чаш в центре все-таки настораживает. Она может говорить о том, что не только вы нравитесь кому-то извне, на вас обращает кто-то еще внимание, но и вашему партнеру кто-то может оказывать неоднозначные знаки внимания. Но отношения, конечно, сохраняются в то же время. Остерегайтесь зависти или вмешательства в ваши отношения других людей. Потому что кто-то, видя ваше счастье или вашу радость, вам явно может позавидовать. И об этом говорит Пятерка Мечей, которая закрывает ваш склад, и она диагоналит с Девяткой Чаш, с Тройкой Чаш, с Двойкой Чаш. То есть кому-то не безразличен ваш успех или ваша радость. И кто-то может вам не желать хорошего, но ваши враги тщательно себя маскируют. И пока они в тени. Посмотрим, что ждет наших свободных стрельцов и в личной жизни, и не только. Первой картой мы видим Императрицу. Рядышком карту Папы. И восьмерочка Жезлов. Три замечательных аркана. Все карты говорят о огромном успехе. Неделя пройдет прекрасно. Многие из вами поставленных задач вы решите не на 100, а на 200%. По восьмерке Жезлов во многих направлениях вам горит зеленый свет в любых проектах. И по Императрице, если говорить о женщинах, я вижу, что вы очень талантливая, грамотная, общительная. И может быть, вы сразу совмещаете несколько интересных проектов или дел, и от вас могут зависеть еще другие люди. Может быть, вы кому-то помогаете. Но своим родным и близким это точно. Вы благословенны высшими силами, потому что рядышком карта Папы. Она для женщин может показывать действительно мужское плечо, но это и покровительство высших сил, и то, что у вас очень мощный ангел-хранитель. Чья-то протекция рядышком с вами есть. Это могут быть влиятельные люди мира сего. Для кого-то карта может показывать духовного сановника, разговор с Богом, внутренняя молитва, которую слышат высшие силы, и вы своей молитвой, своего ангела только укрепляете. Дела идут по этим картам в гору. То, что касается любви, здесь тоже все замечательно. Если говорить о женщинах, вы нравитесь не только мужчинам, но и женщинам. Если вы уже с кем-то встречаетесь, явно партнер вами дорожит и не собирается вас терять, здесь может быть любая помощь от этого человека. Отношения могут быть стабильными. У вас могут быть какие-то общие идеи, общие задачи. Но возможно и то, что кто-то имеет дело с человеком несвободным по папе, или, возможно, это человек, который старше вас по возрасту. Не обязательно. Это может быть даже молодой мужчина, но ответственный и основательный. Вас также могут ждать совместные дороги, встречи, близость. Даже если вы с партнером находитесь на расстоянии по восьмерке жезлов, вы в скором времени должны увидеться, потому что вы оба этого хотите. Карта может показывать встречу. Для тех, кто по-прежнему остается в свободном поиске, вы просто не имеете права на одиночество по этим картам, и высшие силы помогут вам найти вашу вторую половинку, потому что по восьмерке жезла вы еще будете влюбляться. Это карта стрел Амура. И то, что либо чьи-то стрелы попадут в ваше сердечко, либо ваши стрелы попадут в чье-то сердечко. Поэтому никакого одиночества здесь я не вижу. Но теперь рассмотрим скрытые факторы. В скрытые факторы выпали три довольно-таки сложные, непростые карты. Это тринадцатый старший аркан «Смерть». Это четырнадцатый аркан «Умеренность». И это карта «Отшельника». Эти карты, как я вам говорила в начале расклада, могут говорить о том, что вы стоите на пороге значительных жизненных перемен и в том числе жизненных испытаний. Та радость, тот прилив чувств и энергии, которые вы можете испытывать на этой неделе, может быть вам дан высшими силами для того, чтобы вы как раз набрали сил для последующих испытаний. Потому что по тринадцатому старшему аркану определенные испытания могут быть еще впереди. И карта «Умеренности» говорит о том, что вы должны будете что-то принимать или с чем-то соглашаться. Потому что таков ход судьбы. Но эта карта может предполагать приспособление под какие-то события, когда тяжело, сложно, что-то не хочется принимать или не особо мы готовы принимать, но принимать вынуждены. Четырнадцатый старшаркан также показывает вашего ангела-хранителя. И что интересно, карта Папы параллелит с Архангелом Михаила. Это карта Архангела Михаила. Мы видим карту Отшельника, которая может говорить о том, что будут минуты, когда или моменты, когда вам нужно будет уединение, когда вам нужно будет собраться с какими-то мыслями, когда вам нужен будет элементарный отдых. Также эта карта может говорить о том, что в ближайшее время вам нужно обращать особое внимание на свое здоровье. Возможно, на здоровье кого-то из ваших близких. У тех, у кого в приоритете вопросы образования или дома есть учащиеся, здесь могут быть некоторые сложности с образовательными процессами, и здесь нужно проявить усидчивость. И, возможно, либо вам, либо вашим детям нужны будут дополнительные уроки, консультации учителей, которые помогают вам подтянуть какие-то недостающие знания. Давайте все-таки я возьму хотя бы одну дополнительную карту, посмотреть, чего эти события могут касаться. По 13-му старшему Аркану это могут быть любые события, связанные не только с вами, но и с вашим домом, семьей, родными, людьми. Смотрим. Это девятка монет. Скорее всего, что-то будет меняться или в основной работе, или финансово, но, судя по тем картам, которые я вижу, либо тут вас ждут большие траты, и в какой-то момент по умеренности просто-напросто вам нужно будет хотя бы некоторое время поэкономить, не быть расточительными, в некотором смысле вести по отшельнику аскетический образ жизни, но это ненадолго, потому что вот эти сложности будут временными. Об этом также говорит карта Архангела Михаила, потому что эта благословенная карта выпала между двумя вот этими сложными арканами. Но этот период вам дан для того, чтобы вы что-то по отшельнику переосмыслили. Эта карта говорит о том, что вы будете искать свет внутри себя. Эта карта духовного поиска, переосмысления жизненных ценностей и вообще смысла жизни и своего дальнейшего предназначения, своего дальнейшего пути. Я думаю, что у вас все нормализуется и об этом говорят карты, но они вас просто предупреждают о том, что вы к чему-то еще должны быть готовы. На завершение этого периода выпала пятерка мечей, которая говорит о том, что в выходные дни из-за кого-то вы можете нервничать из-за какой-то информации по пятерке мечей. Это предательство определенных людей, это ложь, это оговоры, это сплетни, это подлость. Либо вы с этим столкнетесь, либо вы кого-то подозреваете в отношении себя, либо ваши враги действительно каким-то образом могут себя проявить. Но рядышком выпала карта смерти. То есть это может еще касаться тех людей, которые идут к вам с негативом, будет какой-то переломный момент, когда вам нужно будет пересмотреть отношения с кем-то и отсеять тех людей, которые мешают вам жить и двигаться вперед. И здесь может быть какая-то очень жесткая борьба или очень жесткий разговор. Ну а теперь возьмем для вас карту дополнительного совета или карту форс-мажора. На дополнительный совет выпала карта туза мечей с мечом в руках только вперед. Это карта людей-победителей, людей-сильных духом, людей-воинов. Поэтому по этой карте даже какие-то новые проекты вы способны воплотить в жизнь. Эта карта может показывать любую важную задачу, даже на уровне мысли в вашей голове. И эта карта может говорить о том, что во многом вам будет помогать логика, логическое мышление, умение абстрагироваться в любой ситуации, даже если это личные отношения, как бы умение посмотреть на свою жизнь со стороны, оценивая себя взглядом другого человека. И таким образом вы будете видеть собственные ошибки, собственные недочеты. Но этот меч венчает лавровый венец, венок победителя. Также эта карта может говорить о работе с какой-то важной информацией, то есть до вас могут доходить какие-то важные новости, анализируя которые, у вас будет появляться дальнейший план действий. Посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта рыцаря мечей, карта дает, пока ответ нет, но она может говорить о том, что в отношении вашего вопроса возникнут сложности или будут помехи. Помехи могут исходить от конкретного человека, и для женщины это мужчина. По поводу вашего вопроса у вас может быть с кем-то спор или разные мнения. Если эта дорога это сложная дорога, это нервы, вы явно не захотите оставить тот вопрос, о котором вы спросили в подвешенном состоянии, вы захотите расставить точки над И, но будет с кем-то непростой разговор. Я вижу, что вы можете добиться успеха в вашем вопросе, но после этого будет некоторое опустошение или болезненность. Давайте возьмем три дополнительных карты из Иракула Затмения и спросим, что еще на ближайшее время вам нужно знать. Карта Аистов, карта Кольца, карта Древа. Все это может показывать дела семейные, дела личные, личного характера, связанные с самыми близкими людьми. Карта Княгини может показывать любую женщину как родственницу или женщину важную подругу, от которой также что-то может зависеть в ваших личных делах. Возьмем карту дополнительного совета, даже несколько возможного последующего развития дел. Что интересно, что эти карты хороши и для бизнеса, и для личного. Почему? Потому что карта Аистов может показывать благоприятные перемены. Кстати говоря, рядышком с картой колечко для кого-то карты могут показывать намечающуюся свадьбу, намечающееся торжество либо у вас, либо у ваших родственников. Если это рабочие отношения, это заключение долгосрочных контрактов с серьезными партнерами, с серьезными людьми, с которыми вам явно будет по пути. И эта карта говорит о том, что вы будете укореняться в своих позициях и вас ждет развитие и основательность. Карта кольца это тустрев, то есть любое официальное заведение, официальная организация, официальные документы или официальный договор, даже если это устные договоренности, то явно вы тут на кого-то можете рассчитывать, а кто-то на вас. Мы видим карту княгини, то есть любая важная женская особа, от которой что-то может в этих договоренностях или в этих приятных переменах зависеть, но женщина явно помогает. Если говорить о женщинах, то это не вы, это любая другая женщина, с которой вы будете связаны. Смотрим, что еще вам нужно знать. Карта метлы, она может показывать какие-то небольшие конфликты, когда нужно вымести какой-то ссор из избы, для кого-то эта карта может проиграться в прямом смысле слова, как порядок, который нужно навести в доме, но это могут быть и небольшие трения по поводу каких-то семейных моментов или рабочих моментов. Кстати говоря, карта может показывать поездки дороги на небольшие расстояния, судя по аистам. Да, это возможно для кого-то из вас, но почему-то эти дороги у вас сейчас в спорах. И еще одна карта, карта борьбы. Она говорит о том, что какая-то борьба вам еще предстыд или конфликт, так как рядышком выпала карта метлы, но на завершение вашего расклада выпадала карта пятерки мечей, и я вам уже говорила о том, что есть какие-то люди, которые негативно против вас настроены, возможно, именно с этими людьми или конкретным человеком вы будете выяснять отношения, и тут идет борьба с мужчиной, или негатив исходит от мужчины, и по рыцарю мечей на ваше желание тоже выпадал мужской негатив. Уважаемые расклад на эту неделю, благодарю вас за просмотры, всем вам замечательного периода, хорошего настроения, а по картам, которые я видела, оно вам обеспечено, пишите, как расклад с вами проигрывается или проигрался, пересматривайте его впоследствии, по прошествии времени, и тогда вы точно будете понимать, что здесь было ваше, а что нет. Не забывайте о том, что каждую неделю выходят свежие прогнозы, и в скором времени выйдет прогноз уже на ноябрь месяц для всех знаков зодиака. Всем до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова